По статистике, примерно три четверти всех ДТП с участием детей происходит из-за их необдуманных действий. Как не допустить роста аварий с участием школьников? Этим вопросом озадачился председатель Совета молодых депутатов при городском собрании Сочи, он же координатор городского проекта «Безопасные дороги». Обучение правилам дорожного движения должно быть частью учебно-воспитательной работы школы, считает Владимир Тарасян. При этом важнейшим условием должна быть регулярность занятий. А наряду с традиционными уроками необходимо проводить и необычные занятия. Одно из таких в школе номер 13 прошло сегодня. Депутат вместе с представителями общественной организации «Молодая гвардия Единой России» провел урок-игру по ПДД. Именно с этого возраста уже надо начинать наших детишек обучать этому. Это у нас первый такой открытый урок. Мы будем проводить целый цикл мероприятий. Один из них проходил буквально недавно на площади «Флага». Сегодня конкретно мы расскажем о том, что вот как надо правильно переходить дорогу, на что обращать внимание. Кроме этого, мы приготовили вот такие вот элементы световозвращающие. Мы покажем, куда их надо закреплять, чтобы в вечернее время, в темное время суток водители автотранспортных средств тоже видели, что вот дети проходят. Потому что это забота нас, старших, чтобы обезопасить наших детей. По пути в школу дети становятся активными участниками дорожного движения. А закон улиц и дорог строгий. Он не прощает ошибок. И если пешеход идет, как ему вздумается, а не соблюдая правил, то непременно жди беды. Чтобы уверенно переходить улицу, нужно знать правила. А их ученикам третьих классов 13 школы сегодня напоминали в рамках игры «Внимательный пешеход». Мы достаточно плотно сотрудничаем с молодыми депутатами. Они частые гости в нашей школе. Мы всегда их рады видеть. Тем более с таким вопросом, как профилактика дорожного движения. Владимир Тарасян, он приходит к нам достаточно часто. Не всегда по вопросам профилактики. У нас был он по вопросу лидерства. И он учил, например, старшеклассников, как стать лидером. Кто такой депутат, чем он занимается. Ребятам очень понравилось это занятие. Да, они его до сих пор вспоминают. И мы всегда рады его видеть в нашей школе. Урок ребята усвоили. На вопросы отвечали на перебой. А значит, и самостоятельно пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни им уже не составит труда. Это очень интересно было. Увлекательно. И мы вспомнили правила дорожного движения. Ну, я не знала, например, то, что надо для начала притормозить, а не останавливаться на дороге. Вот. И то, что пешеход должен именно за свою жизнь отвечать. Мы узнали сегодня на уроке про дорожное движение, где можно приходить дорогу, а где нет. Я не знала, что самое опасное – это зима. Ну, теперь я знаю. Когда есть пешеходный переход, тогда ты должен сначала остановиться, посмотреть налево и направо, и только потом, если нет машин, пойти. А если нету зебры, тогда лучше пройти до ближайшей. И нельзя в телефон смотреть, когда ты переходишь по пешеходному переходу или по тротуару. Нельзя в телефон смотреть. Если лёд, то надо аккуратно проходить, потому что в любой момент из-за угла может выехать машина. А если ты будешь бежать, ты поэтому просто поскользнёшься, и она тебя переедет. Когда я иду на зебру, я останавливаюсь, посмотрю, вдруг меня кто-нибудь пропускает. Если пропускают, то я смотрю за другой машиной, если машина едет или нет. Водители мне всегда уступали. Это свет-отражатель, чтобы когда мы ночью будем, мы будем светиться, чтобы нас водители видели. Нельзя переходить на красный свет. Могут тебя задавить, или машина может выскочить из угла. А я буду соблюдать эти правила дорожного движения, буду переходить по зебре, как правильно надо, переходить по зелёному свету. Но если их не соблюдать, то может тебя машина сбить. Я узнала, что если не смотреть на дорогу, то может выскочить машина и сбить тебя. Во-первых, нельзя на красный свет переходить дорогу. Нельзя отвлекаться, когда ты переходишь дорогу. Можно только переходить на зебре. И на зелёном цвете. Мне этот урок очень сильно понравился. Он очень был интересным. Расширить кругозор детей в области правил дорожного движения и закрепить знания. Вот основные задачи проекта «Безопасные дороги», куратором которого стал депутат городского собрания Владимир Тарасян. Поэтому пропагандировать правила дорожного движения народный избранник планирует во всех школах Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.